Как я тебя учила? Вот таким вот образом. Вот, ещё раз повторяю, смотри, вот так. Берём, вводим. Видишь? Контролируем. О том, что средний медицинский персонал не может похвастать высокой зарплатой, будущие севастопольские медсёстры и фельдшеры знают, когда подают документы в приёмную комиссию медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной. Большинство студентов – севастопольцы. Колледжем учебное заведение назвали в 2006 году. До этого в дипломе писали училище. Здесь, конечно, у многих студентов ведущий мотив – это помогать людям. Здесь самоотверженность, самоотдача. А такие мотивы, как материальный комфорт, они несколько второстепенны. В колледже обучают фельдшеров, медсестёр и акушеров. Всего 37 групп, 796 студентов. План выпуска в этом году – 35 специалистов лечебного дела и 160 – сестринского. Из этих 195 человек большинство учатся на бюджете. 42 студентам приходится платить за образование. До конца обучения осталось времени не так уж и много по сравнению с тем, что само обучение длится 4 года. Мы заканчиваем обучением уже непосредственно в июле. У нас уже тогда выдача дипломов. В дальнейшем я планирую всё-таки работать в здравоохранении города Севастополя, в городских больницах, потому что я понимаю, что нашему городу не хватает медицинских работников. Конкурс для поступающих – 2-3 человека на место. Следующий набор абитуриентов увеличат в два раза – до 400 человек. А ещё через три года – до 500, пообещал губернатор Дмитрий Овсянников, когда 2 апреля приехал оценить, как обучают будущий медперсонал севастопольских больниц и поликлиник. Понять раздражение, с которым Дмитрий Овсянников осмотрел колледж, можно. На недавнем совещании президент Владимир Путин сделал замечание в адрес севастопольских властей. Недавно на совещании президента было замечено, что за 4 года Севастопольский колледж медицинский не увеличил радикально темпы приёма специалистов. Это замечание я услышал от министра здравоохранения Российской Федерации. Сейчас вместе с соответствующими руководителями будем решать эту задачу. В медицинском колледже нужно принимать дополнительные меры правительства Севастополя, департамент здравоохранения, для того, чтобы добиться приёма, как минимум, 300-400 человек ежегодно. На следующей неделе мы этот план, я лично буду рассматривать. Кабинеты колледжа, по словам губернатора, нужно привести в нормальное состояние. Больше внимания будут уделять практике студентов. Заместителей главных врачей севастопольских медучреждений назначат ответственными за целевой приём. Это обеспечит гарантию трудоустройства выпускников колледжа после учёбы, уверен губернатор. Уменьшить объёмы платного обучения. Уникальная ситуация, когда ребята сами платят за себя, а потом поступают уже на скорую медицинскую помощь. Мне кажется, нужно при таком большом спросе в городе обеспечить закрепление специалистов, для того, чтобы они могли поступать в наши больницы. Направления образования отличаются по гендерному признаку. Юноши выбирают квалификацию фельдшер. Медбратьев в колледже почти нет. 80% выпускников лечебного дела устраиваются на работу в бюджетной организации Севастополя. В основном на районные подстанции Центра экстренной медицинской помощи и медицинокатастроф, рассказала директор колледжа. Количество трудоустроенных медсестёр меньше. 10% студенток этого направления поступают в медицинские вузы. Часть девушек уходит в декретный отпуск. Работать идут около 60% выпускниц сестринского дела. Договорились о развитии и заключении договоров между медицинскими организациями и студентами нашего колледжа, для того, чтобы по окончании они в дальнейшем были трудоустроены в больнице и приносили пользу нашему городу. Возможности получить высшее медицинское образование в Севастополе нет. Губернатор заявил, в планах правительства города разместить филиал или кафедру Симферопольской медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского на базе Севастопольского государственного университета. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севинформбюро.